Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сейчас все больше и больше говорим о лечении метастатической меланомы. Это понятно. Все мы с вами являемся свидетелями тех кардинальных изменений, которые появились в лечении этой опухоли за последние буквально несколько лет. Но если продолжать родственные аналогии, начатые в первой серии, то можно сказать, что сегодня одевантная терапия выглядит некой золушкой при более старшей, богатой и успешной сестре. Мы все знаем конец этой сказки. Он благоприятный, золушка своего принца нашла в конечном итоге. Поэтому определенный оптимизм есть. Но все же надо признать, что пока успехи в лечении метастатической меланомы пока еще не дошли до одевантной терапии. И для этого есть совершенно объективные причины. Потому что по существующим сегодня представлениям, прежде чем какой-либо препарат начинает изучаться в плане одевантного лечения, он должен вначале показать свою эффективность при метастатической меланоме. Мы также понимаем, что время для оценки отдаленных результатов одевантной терапии значительно больше, чем при лечении болезней с активными проявлениями, когда мы уже буквально через два месяца можем определить хотя бы частоту объективных ответов. Поэтому и сегодня все практически новые препараты находятся на том или ином этапе клинических одевантных программ. Пока на сегодняшний день результаты первого, наиболее рано начатого исследования с эпилемумабом в одевантном режиме доступны. Но эти результаты пока только показатели выживаемости без прогрессирования, все, конечно, с терпением ждут, удастся ли эпилемумабу подтвердить свое преимущество и в отношении общей выживаемости. Ожидалось, что данные общей выживаемости будут в этом году представлены на АСКО, но они не прозвучали, значит, просто не произошло необходимое количество событий. Из ранее уже представленных данных тоже, я думаю, понятно, что, во-первых, и локальная меланома, и регионарные формы заболевания, это очень представляют собой очень гетерогенные прогностические группы болезней. По сути, к формам с благоприятным течением и с благоприятным прогнозом можно отнести действительно самые-самые ранние формы, когда толщина опухоли не превышает всего лишь 1 мм. Вот дальше, по мере увеличения толщины первичной опухоли, если говорить о локальной меланомы, мы видим, каким драматическим образом ухудшается прогноз. И совершенно очевидно, что в первую очередь вот эти подгруппы, а именно 2-я B и 2-я C, подгруппы, имеющие высокий риск дальнейшего прогрессирования заболевания, конечно же, хотелось бы иметь какие-то возможности для того, чтобы снизить риск этого прогрессирования. Ну и пациенты с регионарными метастазами, это тоже прогностически очень разная группа пациентов, причем мы здесь можно на что обратить внимание, что пациенты с микропоражением регионарных лимфоузлов имеют прогноз болезни даже лучше, чем пациенты, казалось бы, без регионарных метастазов на момент установления диагноза. Это тоже нам сегодня хорошо понятно, потому что неблагоприятный прогноз для этих пациентов связан не столько с поражением регионарных лимфоузлов, сколько с высоким риском наличия отдаленных микрометастазов. Но вот это важно еще о такой неоднородности пациентов с локальной и регионарной формой. Нам важно помнить, когда мы будем говорить о результатах клинических исследований, потому что исторически сложилось так, что в рамках одного и того же исследования или в похожие исследования по дизайну, но включались разные пациенты с разным прогнозом, в разном количестве. Это, безусловно, не могло не сказаться на результатах исследования. Почему для нас проблема одевантной терапии может быть особенно важна, даже чем для наших соседей из стран Западной Европы или Америки, потому что мы понимаем, что у нас пока ранней программы в таком национальном смысле этого слова нет. Да, есть отдельные, более или менее успешные попытки, опять же, отдельных, таких увлеченных проблемами ранней диагностики центров, но это ни в коей мере пока не отражается на общей картине заболевания. И все-таки среди наших пациентов, казалось бы, спервы установленным диагнозом локальной меланомы преобладают пациенты с высоким риском дальнейшего прогрессирования. И, к сожалению, несмотря на то, что все-таки идут международные исследования в нашей стране, но, конечно, количество их значительно меньше, чем в соседних странах, поэтому все-таки большинству наших пациентов участие в таких исследованиях недоступно. Ну и наши программы тоже, конечно, нам сложно очень соперничать с такими вот серьезными группами, такими, как немецкая онкологическая группа, ну я уже не говорю про американскую. И вот когда вообще стала обсуждаться ситуация с одевантной терапией в нашей стране, то, в общем, стало понятно, что среди наших онкологов очень такие крайне присутствуют воззрения на одевантную терапию, и поэтому важно вот какой-то все-таки провести работу для того, чтобы выработать среди практикующих онкологов единое представление о, ну, современных возможностях одевантной терапии. Среди таких мифов долгое время существовал и представление о том, что вообще нет эффективной одевантной терапии, что химиотерапия должна использоваться в одевантных режимах, были попытки использования вообще препаратов типа иммунофана и так далее, то есть препаратов вообще ни в каких клинических исследованиях не изучавшихся. Если вернуться к химиотерапии, вот хочу просто еще раз вам напомнить результаты этого исследования, я думаю, что это последнее уже исследование, где еще проводилась попытка все-таки определить место химиотерапии в одевантном лечении пациентов с неблагоприятным прогнозом. Это исследование проводила вот та самая немецкая кооперированная онкологическая группа, и здесь комбинация декорбозина, хорошо нам известного, с энтерфероном сравнивалась с эффективностью низких доз энтерферона и с наблюдением. И оказалось, это хорошо видно на графике, вот эти две нижние кривые, что добавление декорбозина к энтерферону не только не увеличивало его эффективность, но и свело ее практически к, в общем-то, нулю, потому что кривые и без выживаемости, без прогрессивной и общей выживаемости, они не отличались от наблюдения. Ну, и я думаю, что вопрос химиотерапии уже этим исследованием полностью закрыт. Ну, теоретически, если мы посмотрим вообще, какие все-таки есть возможности одевантной терапии, ну, это вариант наблюдения, и надо сказать, что практически во всех рекомендациях в качестве одной из возможных опций наблюдения после проведения хирургического лечения остается. У нас есть тоже хорошо нам известный энтерферон альфа, у нас есть эпилемумаб, чуть позже я об этом скажу, первое исследование с новым препаратом в одевантном режиме, ну, исторически у нас есть химиотерапия и берав ингибиторы на практике. Итак, все-таки, ну, мне кажется, надо уже прийти к выводу и не, так сказать, тут не выбиваться из общего потока о том, что все-таки химиотерапия при качестве одевантной терапии меланомы кожи не должна использоваться, потому что, во-первых, она не показала своей эффективности, а во-вторых, это очень серьезный такой критерий исключения пациентов из очень-очень многих, даже пусть не таких частых, но международных исследований. В большинстве случаев, если пациенты получали химиотерапию в том числе и в одевантном режиме, они не могут быть кандидатами для участия в исследовании. Юрина, время. Что? Время. Хорошо, дальше. Ну, собственно говоря, вот на этой таблице можно и закончить. Эпилимумаб зарегистрирован пока только в Соединенных Штатах Америки по результатам вот этого самого первого исследования, которое показало преимущество в отношении выживаемости без прогрессирования. Но Европа пока не спешит. Ну, а в нашей стране единственное показание, которое для эпилимумаба зарегистрировано, это лечение метастатической меланомы при рефрактерности или непереносимости ранее проведенного лечения. Ну, и если говорить о биорах ингибиторов, то сегодня нет данных, которые бы подтвердили эффективность этих препаратов в адювантном режиме. Ну, и метаанализ, там, кто-то может верить ему, кто-то может не верить, но, тем не менее, показано в метаанализе 14 рандомизированных исследований, что интерферон действительно обладает статистически значимым эффектом на выживаемость без прогрессирования. Снижение риска 18%. Общая выживаемость для интерферона не решенная сегодня задача, поскольку лишь в четырех исследованиях этот эффект показан. Но, тем не менее, увеличение безметастатической выживаемости это очень важное, на самом деле, достижение адювантной терапии. И вот совсем недавно мне попался обзор американский, там опрашивали пациентов о том, ну, что для них, вот, каковы критерии для пациента эффективности профилактического лечения. Так вот, оказалось, что большинство пациентов, для большинства пациентов откладывание, время возникновения отдаленных метастазов, большинство пациентов рассматривает это как эффект лечения. Ну, собственно говоря, я могу на этом заметить. Закончить. Ну, вот здесь только одна таблица, которая показывает, что, в принципе, адювантная терапия интерфероном не, так сказать, принципиально, ее эффективность принципиально не отличается от адювантной терапии других опухолей, которые считаются стандартом и, в общем, ни у кого не вызывают сомнения. Спасибо. 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 Спасибо.